Садовый шланг На дачном участке являются шланги из материала поливинилхлорид, армированные синтетическими нитями. Останавливая свой выбор именно на этих моделях, назовем ряд характеристик, которые имеют особенное значение при выборе садового шланга. Итак, первая слойность. Оптимальным количеством слоев для шланга является не менее трех. Верхний слой помогает нам защитить шланг при работе в садовых условиях, когда шланг много трется о камне. Средний слой помогает защищать от деформационных процессов, грыж, загибов и прочих. А внутренний слой помогает выдержать высокое рабочее давление. Важно обращать внимание на такую характеристику, как температура. Так как шланг, скорее всего, вы не будете хранить на балконе в зимнее время, а оставите его в сарае или просто на открытом воздухе, шланг, конечно, должен перезимовать. Еще остаться в хорошем рабочем состоянии к следующему сезону. Чтобы определить это, вам достаточно посмотреть на температурный режим, указанный на ярлыке шланга. Чем шире диапазон температур, тем лучше шланг переносит зимовку. Итак, оптимальным считается, когда такой разброс составляет от минус 35 до плюс 40 градусов Цельсия. Такой шланг выдержит не менее 10 сезонов. Следующей немаловажной характеристикой является, конечно же, максимальное рабочее давление, которое способен выдерживать шланг. Итак, отправляясь в магазин, вы увидите бухты шлангов с различными красивыми этикетками, на которых будут написаны такие цифры, как 18, 25, 30 бар и прочее. Казалось бы, в условиях огорода или дачи для полива максимальное рабочее давление, которое вы можете выдержать, работая со шлангом, может достигать не более 3-4 атмосфер. Иначе шланг вы просто не удержите. Так зачем же такие красивые цифры? Это не что иное, как максимальное давление на разрыв. Такой параметр, как вы понимаете, не может быть технически значимым при работе в садовых условиях. А реальное давление, которое может вам понадобиться при осуществлении садовых работ, полива, подача воды, будет составлять не более 2-3 атмосфер. Поэтому максимальное рабочее давление для шланга в 6 бат – это более чем достаточно. Следующий немаловажный параметр. Использовать прозрачные шланги для контакта с питьевой водой не рекомендуется. Дело в том, что под воздействием ультрафиолета в шлангах образовывается часто жизнь, особенно если он прозрачный. Конечно, все это крайне токсично и небезопасно для контакта с питьевой водой. Поэтому при выборе садового шланга, если вы используете его для целей полива, подачи питьевой воды, крайне важно понимать, что шланг должен быть обязательно непрозрачным. И последний параметр. При выборе шланга в торговой точке, обратите внимание, запаяны ли концы шланга. Если вы видите запайки, то чтите, производитель хочет от вас скрыть. А что именно? Все просто. Если вы вытащите запайку шланга, выйдет естественное сопротивление, то есть воздух. И тогда вы сами можете убедиться действительно в механической надежности, прочности, эластичности данной модели. Ну и самое последнее. Попросите образец шланга, возьмите его кусочек и начните различные деформационные движения над этой моделью. И после всех этих манипуляций обратите внимание на шланг. Качественная модель должна принять исходную форму, и на ней не должно остаться ни царапин, ни загибов, ни различных изломов. Конечно, список таких ключевых характеристик может быть еще больше. ЮНИПАМ предлагает лишь ряд наиболее важных, которые определяют качественный шланг, который проработает не менее 10 сезонов. С заботой о вашей системе водоснабжения. ЮНИПАМ. ЮНИПАМ.